Церкви русские столпи непоколебимы и Христа ради пострадавый даже до крови. Это слова из единого тропаря священно-мученикам российским 20 века. Одним из них стал простой сельский батюшка, отец шестерых детей, иерей Сергий Орлов, до самой смерти оставаясь верным Христу. Имя Сергей Васильевич Орлов. Год рождения – 1888. Место рождения – село Кувякино Подольского уезда Московской губернии. Образование. Звенигородское духовное училище. Вифанское духовное семинарие. Должность. Приходской священник села Раевское Калужской области. Обвиняется в контрреволюционной агитации. Приговорен к расстрелу. В 1932 году отца Сергия Орлова вызвали в ОГПУ по Московской области и обязали стать агентом. Не боясь угроз, батюшка категорически отказался от сотрудничества. Через некоторое время чекисты сами наведались к священнику, провели обыск и арестовали. Ему присудили три года исправительно-трудовых лагерей. Пробыл он там 9 месяцев, а затем отправили его умирать домой. До этого ареста еще было несколько обвинений отца Сергия. В 1924 году ему присудили огромный штраф. И в 1929 году он был приговорен к шести месяцам трудовых работ. Оправившись после лагеря, отец Сергий продолжил служить в Покровской церкви Истринского района, куда был назначен настоятелем еще в 1924 году. Но в скором времени батюшку повторно вызвали в органы госбезопасности с тем же предложением – быть осведомителем. Снова получив отказ, семью священника выгнали из дома, отдав помещение под машино-тракторную станцию. Своих шестерых детей отец Сергий поселил в сторожке при храме. Самому батюшке пришлось переехать в Калужскую область, в село Лычево, где он прослужил два года в Троицкой церкви, пока храм не закрыли. К тому времени произошло отречение сыновей от своего отца. Вынуждали их к этому шагу и не давали им закончить учебу и, соответственно, трудоустроиться. Отец Сергий зла он на них не держал. Но при встрече сказал такие пророческие слова «Не дай Бог, чтобы такое же произошло с вашими детьми, если они будут». Как подтверждает внучка отца Сергия, у этих детей, двух старших, говорил Александр, действительно были большие-большие проблемы с детьми. В 1936 году семья священника воссоединилась, но ненадолго. Новым местом жительства Орловых стало село Раевское Калужской области. Отсюда в ноябре 37-го изобрали отца Сергия в последний раз. Через месяц после ареста один из сокамерников батюшки передал матушке Елизавете, что состояние отца Сергия весьма тяжелое. Его бьют, ходить он не может, кисти рук раздроблены, самостоятельно принимать пищу не в состоянии. Больше вести о судьбе кормильца семья Орловых не получала. Сергей Васильевич Орлов родился в благочестивой семье, имеющей священнические корни. Будущий святой был не единственный в роду, кто пострадал за Христа от рук большевиков. Дядя Сергея Васильевича, священник Иоанн Орлов, был осужден в 1937 году по ложному доносу и погиб в одном из новосибирских лагерей. Путь к священству Сергей Васильевич начал в Звенигородском духовном училище. Заканчивая там курс обучения, поступает в Вифанскую духовную семинарию, где знакомится с детьми отца Гавриила Боголюбского. Впоследствии его дочь Елисавета станет супругой отца Сергия. И вот описывается такой случай, когда она его в щелочку увидела в дверной проем и сказала так вот, ой, какой он маленький, да еще и рыжий. Братья ее сказали, хоть он и маленький, и рыжий, но зато он очень добрый. В 1913 году пара обвенчалась, а в скором времени Сергей Васильевич был рукоположен во священника и определен служить в Христорождественскую церковь в Клинском уезде Московской губернии. Через год в семье Орловых родился первенец, сын Гавриил. В ноябре 1915 года отец Сергий был назначен настоятелем Покровской церкви Истринского района на место покойного тестя. Жил батюшка с семьей недалеко от храма. Рядом с домом был фруктовый сад, в котором священник устроил пасеку. На медовый и яблочный спас батюшка любил раздавать свой урожай всем жителям деревни. И вот когда зимой люди недугующие, страдающие принимали мед от отца Сергия, то он никогда не брал плату и всегда давал даром. Как и Господь заповедал нам, даром приняли, даром и отдавайте. А в начале 30-х годов начались мытарства семьи Орловых. После последнего ареста в 1937 году о судьбе отца Сергия долгое время ничего не было известно. Матушка Елизавета, не выдержав испытаний, скончалась во время Великой Отечественной войны в 1942 году. В 1996 году внучка батюшки Галина Николаевна Орлова, собирая сведения о судьбе своего дедушки, написала письмо прокурору Калужской области. Через 8 месяцев женщина получила свидетельство о смерти священника и данные о том, что он был расстрелян 21 декабря 1937 года на Калужском полигоне. В апреле 2006 года пресвитер Сергий Васильевич Орлов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Истинный образец благочестия за свою доброту и преданность Господу он был наделен даром исцеления. Так своей дочери о дедушке рассказывал сын священномученика Николай Орлов. Но, конечно, поистине удивительным дарованием являлась непоколебимая вера, которая и позволила отцу Сергию пронести тяжелый крест мученичества. Субтитры создавал DimaTorzok